что насчет тумсо брат не знаю брат к сожалению мне неизвестно ничего жду вроде бы все нормально как насколько я знаю что именно конкретно по каких-то подробностей не могу знать вроде есть какие-то слухи но не хочу о них говорить потому что они не подтверждены ислам хасан халитов том что как думаешь почему так резко пропали ну про хасана халитова мы говорили уже до него были какие какие проблемы с тумсо я не знаю почему то вроде у него тоже пока что нормально насколько мне известно где масхадов брать анзор дома нами не знаю но у меня с ним давно уже не было контакта я ему писал последнее время видимо занят был вроде занят чем-то занимается ада маздоева саламу алейкум аушев тоже пропал уже месяцев 5 как к валикам саламу работала рядом здесь еще один тоже про дома аушева пишут а мир до шатов я к сожалению не знаю что садова малыша у меня есть с ним нет контакта к сожалению я не знаю вообще слон как ты относишься к война хам которые за россию ну как к рабам как минимум какая разница войнахи они не войнахи как минимум как к рабам за 95 у алейкум саламу рамку клах ангелла о моя любимая тема макс франца пишет брат ислам я думала тебе жениться тебе надо 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 ой как надо макс франца но пока что как-то руки и ноги не доходят бисмиллаху альхамду лиллаху ассаляту ассаляму аля расулиллаху а баад ассаляму алейкум араматуллах дорогие друзья очень хорошие новости пришли из украины на этой неделе в верховной раде была сформирована парламентская группа за свободный кавказ завильный кавказ и сразу после того как это парламентская группа была сформирована в парламентской ассамблее совета европы выступил депутат гончаренко и очень такая мощная речь я опубликовал я не буду здесь приводить в речь так как это очень такое не короткое выступление для нашего эфира вы можете ознакомиться ссылку на канал на это выступление гончаренко я оставил себя в телеграм-канале вы можете перейти по ссылке посмотреть гончаренко поднял вопрос по поводу оккупации всего северного кавказа рассказал про геноцид чеченского индужского народа сорок четвертом году двадцатого века рассказал про две кровоприлитные войны которые россия развязала в чечне и поднял самый важный для нас вопрос вопрос деоккупации течение вообще в целом кавказа и это очень конечно же обрадовало потому что на такой высокой трибуне парламентская ассамблея совета европы это очень высокая трибуна западного мира давно на такой трибуне не звучали вообще подобные речи даже и течение как как оккупированная страна не говоря уже в целом о кавказе давно не была темой заседаний парламентской ассамблеи и вот сейчас очень показательно то что в этом на этой трибуне говорилось об этом и вообще в целом говорилось о кавказе кавказ как вы знаете после провозглашения эмирата вообще любые разговоры про кавказ они воспринимаются они ассоциируются сразу с эмиратом сразу с терроризмом там террористической организации как-то в европейских странах на это реагируют остро если мы говорим исключительно о чеченском вопросе то это еще рассматривается как вопрос суверенитета но как только начинаешь говорить про то что вообще в целом весь кавказ является оккупированным то есть это сразу же идет отсылка к эмирату сразу же террор и далее вот здесь тоже очень важный момент считаете я думаю это будет это по переломный момент сознание западного общества потому что в этой на этой трибуне парламентской ассамблеи поднимался вопрос именно в целом касательно всего кавказа в общем это очень обрадовало огромная благодарность гончаренко и всем народным депутатам верховной рады которые организовались в парламентскую группу и которые не забывают про нас поднимают эти вопросы респект тем временем на у нас на кавказе я не знаю где именно каком регионе но тема с помпезными похоронами имела продолжение вот такие вот кадры появились сети здесь непонятно где это именно но это явно где-то на кавказе какой-то из республик кавказа вот как видите вот такие ноу-хау у нас происходят наших охранах вещи которые раньше невозможно было представить где-то у нас оркестры значит играют гимн где-то вот такие вот чуваки с ручьями стреляют но идем в ногу со временем что говорится как говорится люди но пытаются соответствовать видимо появляются такие вот новые веяния многие я заметил не из нашего общества люди не понимают почему мы угораем над этим смотрю там люди из россии с украины смотрят они хотя у украины ничего не говорят но вот люди из россии допустим из других регионов стран они не понимают почему мы убираем типа но это же вот смерть даже похороны над этим же не смеются вы не поймете этого друзья потому что вы ну вы не знаете нашего общества для нас это это очень смешно это это трэшовая общая тема такая потому что ну это отход вообще от всех обычай и традиций это вещь которые для нас неприемлемы за подобное просто проявление у нас раньше могли выселить из республики чертям собачьим это чисто народ мог людей изгнать потому что ну это просто нонсенс поэтому нам это конечно смешно мы над этим угораем бывший гурон асаламу алейкум марш вогил бро для тех кто не понимает почему мы угораем с этих видосов просто представьте себе шаманова который которого хоронят под гимн и чкерии и все станет ясно алейкум асаламу арамат лаврукату аноним асаламу алейкум томсо марш вогил гончаренко ты лев подумать только у человека дома бита а он еще за нас переживает человек с большим сердцем в россии таких не осталось а удачи и и и и Субтитры создавал DimaTorzok